звук записывается прекрасно так какая у меня идея кого-нибудь из вас вот кто-то я уже вижу поднимать руку я хочу пригласить вот сюда в прямой эфир соответственно тут вы понимаете что вас все увидят и сделать такой вот разбора по макияжу если вы уже с макияжем вообще великолепно тогда как раз я смогу увидеть что у вас там сейчас есть ну и соответственно мне будет понятно что корректировать вот вот хочу сделать вот такие вот как бы разборы вашей косметички минут там на 10 на 15 так давайте попробуем поднимите руку кто готов сейчас выйти в прямой эфир и я понимаю что там кто-то можно так вот поднять руку так вот этих так выбираем от кого подключить сейчас поднимите пожалуйста руку там есть какая-то эта функция пока не вижу кто готов я понимаю тут нужна смелость определенная потому что вас все увидят вот и было бы здорово если была там под рукой было бы зеркало чтобы то что я буду вам говорить вы могли бы тут же раз-раз-раз-раз-раз и что-то сделать так 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 интересно тут есть немножко задержка или нет так поднимать руку кто готов я пока что-то не вижу ни одной руки кто-то тут поднимал а сейчас я не вижу вот елена умилена да нет так вы поднимаете руки а почему мне не видно так сейчас одну секунду получилась секундочку вот теперь я вас слышу я тоже первый раз это делаю просто получилось так елена вы же у нас в клубе тоже учитесь в в голде да 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 ой как здорово слышите но первый раз поэтому тут может быть какие-то технические моменты могут быть но попробуем протестируем если вам понравится девушке какой формат замечательно тогда буду проводить периодически но да вы у нас конечно в клубе учитесь у вас там есть возможность задавать вопросы но давайте и сейчас попробуем что нибудь обсудить раз уж вы подключились так но я как раз кстати давно хотела тоже получить от вас обратную связь макияжу жанна вот как могла так слегка я учим целый день на работе это мой утренний макияж я вот чуть чуть час поправила губы и может быть вы дадите какой-то комментарий так а можно лицо чуть чуть поближе там просто у вас свет сзади и поэтому не очень хорошо видно я вот думаю куда мне лучше подойти а подойти так и камеру взять чтобы у вас лицо было к лампочке вот приподнять и камера наверх вот так вот вот так лучше видно так но шикарный тон лица замечательные красивые губы в общем то все хорошо вот брови смотрите когда делается макияж мы все начинаем с бровей они играют прямо огромную роль я так понимаю что я помню что у вас свои такие богатые густые брови да 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 вот и вы их немного корректируете или нет корректируем да карандаш и я забыл номер 4 то есть я корректирую имею ввиду вы их выщипываете или подрисовываете немного да немного я их приводила как бы форму делала после урок прослушанного так вот можно учитывать что брови богатые это очень здорово это я не за то что там надо сделать какие-то очень тоненькие но если сделать вот здесь вот начало чуть-чуть полегче то сразу будет вот как бы очень круто вырисовываться как я очень часто говорю про иллюзию треугольника то есть вот брови какую роль они играют в зависимости от того какая форма будет очень сильно влиять на вот это положение века насколько она будет объемная нависшая как делать макияж глаз и поэтому например кто хочет сделать макияж глаз и не получается то большей степени это именно вот до этого пространства поэтому прям принципиально важно правильно выстроить вот эту вот линию у вас они такие больше прямые и за счет того что они достаточно широкие это хорошо это вам красиво но вот если сделать начало немножечко полегче и полегче самое что интересно где не снизу как-то вот убирать а чуть-чуть сверху вот эту зону потому что когда я вот говорю про эффект лифтинга и мы все этого хотим естественно то тогда нам нужно понимать что вот эта зона дает вот этот вот эффект и чтобы сделать выше очень многие тоже там говорят вот у меня брови практически прямые как мне сделать этот изгиб так вот этот изгиб он у вас тоже есть но только он очень и очень такой деликатный и поэтому чтобы сделать вот как бы еще более интересным лицо вот нужно здесь вот чуть-чуть убрать вот немножко и убрать это возможно вы просто возьмете расчесочку для бровей и расчет расчешите вниз возможно вы там чуть-чуть прокрасти может быть в вашем случае будет и совсем пару волосков убрать и все и уже сразу же вот вся линия и вообще лицо оно будет смотреться намного интереснее поэтому учитывая что вы проходили еще обучение да поэтому вот все хорошо брови просто еще в вашем случае почему например это важно потому что они у вас темнее чем волосы темнее и шире если брови широкие но при этом еще и темные они становятся как самые главные и вот эта главная форма она имеет значение какая она будет и если это самая широкая темная линия и еще фокус внимания больше вот сюда все получается что все остальное идет как второстепенное и поэтому вот чтобы например там получилось допустим я хочу там сделать а щечки поменьше я хочу там глаза побольше я хочу там нос поуже покороче и так далее вот это все зависит от бровей понимаете вот брови играют здесь вот такую роль поэтому вот где вот этот вот фокус куда он идет от этого будет зависеть вот практически вообще все остальное поэтому в вашем случае вот где вас правая рука поднимите вот у меня вот право а у вас вот тогда вот левая бровь она у вас как раз есть вот этот вот небольшой подъем да а так правая а левая она у вас более прямая да и вот здесь вот она мне кажется даже чуть-чуть повыше тем самым создает эффект вот такой вот горизонтальный но у нас у всех здесь уже здесь пошире и то что она горизонтальная здесь пошире вот опять фокус внимания идет вот сюда вот на эту зону поэтому сложнее будет здесь что-то делать сложнее здесь что-то делать том плане что не то чтобы как бы технически накрасить а я имею ввиду что тот может быть эффект который вы ожидаете вот он и может не получать что-то у меня не получается там откорректировать лицо или как-то у меня не получается сделать макияж глаз вот это имеет значение вот поэтому или вам понежнее нужно сделать или потоньше например вам нравится ваш цвет бровей все они шикарные вот хочу такие брови все тогда сделать чуть полегче саму форму если вы не готовы менять форму мне очень нравится форма тогда чуть полегче делаем цвет самом начале или можно сделать немножечко того и немножечко другого вот но когда свои данные такие есть я вот считаю что это нужно оставить поэтому может быть и не надо как-то высветлять потому что я на самом деле это тоже как бы честно говоря не так уж и легко высветлить свои природные брови когда они такие густые а вот чуть-чуть подкорректировать это будет великолепно спасибо да и вам спасибо да слушайте ну здорово наверное я так понимаю что все видят все получается единственное что я не вижу тут какие-то может быть я вот тут это увижу какие-то сообщения так так можно мне попросить еще кого-нибудь подключить потому что вот эти вот как валентина поднимает руку так 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 сейчас секунду здравствуйте валентина ой вы потрясающе класс вы из какого города я из южно-сахалинска у меня сейчас время половины одиннадцатого без двадцати одиннадцать я как раз собиралась идти в ванну чтобы снимать и убирать макияж с которым я сегодня с восемь утра я уже прям вся уставшая вся блещу я тут увидела ваше сообщение решила не идти по командную класс слушайте мне так приятно так ну выглядите вы очень хорошо валентина даже если у вас там одиннадцать вечера великолепно спасибо так ну скажите пожалуйста какой у вас есть вопрос что может быть вам подсказать у меня если это видно не очень удачный татуаж который уже подсмылся брови свои не растут я с ними ничего не делаю только вот здесь вот чуть-чуть подчипываю и у меня видно белый карандаш нет не видно если честно не видно нет не видно в общем у меня брови почти посередине так поняла вы его не делаете я его белым карандашом заделываю и делаю его там где сказали это делать вы но этот белый карандаш я понимаю что да он видно но это лучше конечно чем вот этот торчащий пик это вроде как бы непонятный но макияж такой как будто бы таки надо может быть есть какой-то другой способ есть да сейчас я вам покажу у меня тут он смотрите чемоданчик это малая часть моей косметички да сейчас я покажу у меня есть такое средство это средство фирма инфлюент сейчас я вам покажу это кремовые тени и они такие знаете достаточно плотные по своей текстуре прям вы знаете прям как замазка настолько они ой у меня даже два средства сейчас я вам покажу секундочку потому что вот нашла одно средство а второе у меня в ванной ну ладно тогда вот это значит белый карандаш или кремовый карандаш он обычно идет для глаз поэтому они как правило очень мягкие и вот это вот мягкость карандаша она не позволяет ну как бы держаться достаточно долго ну и не всегда можно подобрать карандаш который будет идеально в тон вашей кожи согласны а вот это кремовые тени вот такие вот так куда куда вот ага вижу вот вот это кремовые тени и они ну такие как телесного цвета и у них очень хорошая стойкость они вот такое впечатление как водостойки хотя по моему здесь не написано что это водостойки но держатся они очень хорошо я обычно когда нужно замаскировать как раз кому-то перманент я их использую потому что они очень плотно перекрывают ну вот у меня нету ну в принципе давайте я вам покажу и вот прям такой темный цвет перекроется может да потому что сравнению с карандашом ну вот смотрите видите вена у меня идет и вот я по вене рисую самое что интересно вот вы нанесли один раз а потом сейчас вот высохнет высохнут тени очень быстро они сохнут и если вы продублируете второй раз будет еще более плотное покрытие очень удобно и у вас будет более стойкий эффект и вот например так можно сделать если цвет вам не подойдет хотя вот эти это номер 01 инфлюенс 01 они такого розоватого цвета и этот цвет они бежево-розовый очень хорошо может адаптироваться под разный цвет кожи и самое главное мы же будем его наносить куда не полностью как бы на свою кожу а именно вот на тот участок где нужно зафиксировать руманент да и вы например это можете делать до тонального крема вот у вас чистое лицо и для стойкости что нужно сделать нужно когда вы наносите например крем для глаз или крем для лица чтобы у вас особенно вот в зимний период да такая жирненькая кремовая текстура вот здесь вот ее не было очень много вы берете например после того как нанесли крем для глаз ватную палочку где она у меня ну неважно короче берете ватную палочку и намочили может быть водой или там тоником и там где перманент вы немножечко протираете для того чтобы с перманента убрать крем идея понятна да крем для глаз или крем для лица потому что кремовая текстура декоративную косметику как будто бы немножечко вот растопит и не будет стойкости вот потом вы наносите как раз вот эти тени так как вы подготовили кожу у вас будут приклеиваться тени хорошо вот а потом вы наносите тональный крем и на эти тени если вдруг они не совсем будут соответствовать вашему цвету кожи вы своим тональным кремом немножечко замаскируете и у вас будет прямо идеально ну это в принципе всем у кого есть перманент это будет очень полезно да надо попробовать спасибо большое а еще можно совет какой-нибудь совет от Жанны Санжак я же умру сейчас я же по-другому буду рассказывать давайте совет ну тогда хотя бы какую-то тему мне совет по поводу чего может быть ну по поводу макияжа может быть я что-то делаю неправильно если здесь хоть что-нибудь видно потому что ну вот из того что мне видно скажите пожалуйста у вас помада какого цвета у вас есть сейчас вообще помада на губах еще ну почти нету почти нету просто у вас тональные средства вы используете правильно нет сегодня я без него потому что у меня засушилась кожа да и я на ночь нанеслась вчера вечером я нанесла атопический крем как он атопик чтобы он ну что хоть что-нибудь сделал с моей кожей потому что уже ничего не помогло у меня обветрило на холодной погоде и сегодня я просто умылась и сверху нанесла крем толеране для рожь позе толеране правильно так так ага если я вот эту шелушушку сейчас сделаю крем тональный то он будет во всяком случае сейчас по видео есть ощущение что у вас прямо идеально тон сделан единственное что вот здесь вот в этой зоне есть розовинка но она да но на видео во всяком случае смотрится как здоровый румянец а вот губы кажутся более теплые то есть если есть такая особенность а в зимний период кстати это такое может быть что от ветра от холода естественно да и сушит и краснеет лицо то на зимний период старайтесь чтобы помады были более холодного оттенка причем таки даже более насыщенные что это даст холодный цвет здесь будет более яркий соответственно вот эта розовинка будет смотреться бледнее то есть это вот а у меня теплый получается да цвет а у вас сейчас получается что губы такого как будто бы ну может быть искажение идет камера очень здорово бывает искажает вот нет не искажает ягодное такое что-то розовое ягодное искажает я имею ввиду я там вижу вас уже через вашу камеру да и будет искажение цвета потому что каждый гаджет каждый телефон у него будет своя цветопередача я имею ввиду например вот я вас смотрю и мне кажется у вас там кофточка оливкового цвета а вы сейчас скажите нет типа она там желтая а у меня она оливковая ну на кофточке тест прошел оливковая оливковая хорошо но просто вот губы кажется более теплые у меня на экране не холодные а как раз лицо кажется более вот эта зона как бы ну вроде бы и румяется красиво но я так понимаю что скорее всего это вот за счет того что очень сухая кожа и она такая как воспаленная да но на самом деле у меня кожа жирная а сейчас она у меня одновременно и жирная и сухая это просто какой-то кошмар нет она не жирная и сухая знаете это как это из-за того что она очень сухая чтобы не пересохнуть она выделяет вот эту защитную пленочку то есть в вашем случае нужно очень хорошо ее питать просто увлажнение в зимний период не поможет нужно обязательно использовать крем который может быть добавить немножко масла и выбирайте на зимний период крем питательный не увлажняющий а питательный питательный он как раз может вот восстановить вашу кожу она будет выглядеть лучше то есть уберет вот это шелушение вот спасибо большое все очень хорошо но кожа да это наше все надо за ней следить вот я как начала вас смотреть так и начинаю все менять уже все поменяла себе уже вон у меня огромная толстая косметичка из трех карандашей превратилась все экспериментирую да 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 а вы учились проходили обучение нет просто вот так да подсматриваю по эфирам подсматриваю и подслушиваю да ну отлично спасибо большое спасибо валентина все давайте до встречи до свидания до встречи так сейчас вас отключат или вы сами отключитесь там о слушайте какой хороший формат мне кажется здорово только я не вижу тут обычно я привыкла что в чате кто-то что-то пишет а сейчас я не вижу ничего вот и прям даже не знаю кто-то пишет что-то или нет так ну ладно очень интересно тут вот сейчас можно увидеться с девушками кто из разных городов и стран в ближайшее время в москве буду проводить уже такой знаете как бы тет-а-тет кто в москве приходите обязательно на такой бьюти завтрак пообщаемся поговорим разберем косметички вот я буду проводить и для вот и для визажистов кстати кто может быть учиться на визажистов в москве тоже приходить шестнадцатого будет для визажистов а семнадцатого будет вот для тех кто не визажист так ну что давайте еще тогда кого-нибудь кто еще готов вот кого-то меня сейчас по-моему подключают видео кто проспался а валентина валентина вы не отключились все так надо мне еще кого-нибудь подключить так уже здесь нет чата интересно давайте еще кого-нибудь подключим помогите мне подключить кого-нибудь так кто-то поднимал руку ладно надо будет потом еще как-то я смотрю что здесь достаточно много участников но нету чата так ну давайте кого-нибудь еще он не вижу правда кого будьте добры еще раз поднимите руку подключили леночка 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 сейчас не вижу пока о так камеру теперь лена здравствуйте включите камеру ой жду вас жду вас на экране где-то если вы через телефон вы меня слышите да я вас слышу а я вас слышу но не вижу а а сейчас так сейчас пока нет не вижу так сейчас еще экран телефона экран и там камера должна быть попробуйте попробуйте да телеграм вот трансляция вот сейчас наверно загрузится женочка я я вот вас не вижу так ой там кто-то еще это маленький как раз у вас почему-то так сейчас секундочку какое-то действие я вижу да а я нет но я вижу что там какая-то идет очень очень вот всё вижу видите здравствуйте здравствуйте ой какая красивая еще и молодая да да скелку вас там дыши Малышу 7 месяцев. Ой, как моя внучка. Да? Вот ей будет сегодня какое-то... Через недельку ей будет как раз 7 месяцев. Да. Вот. Прекрасно. Так, ну расскажите, вы с макияжем или нет? Нет, я без макияжа. Я абсолютно чистая. Только нанесла увлажняющий крем. Так, какие у вас вопросы? Ну, какие? По бровям. Так, давайте, по бровям. Так, что вам не нравится, что нравится, какой вопрос по бровям? У меня, мне кажется, что мне не идет моя форма. Вот я как не приду, мне или перещипают ее. Вот. Но я вот ваши уроки, конечно, я проходила, курс у вас в косметолога брала. И с массажем. Так. Вот. Массаж я стараюсь делать, конечно. Вот. А вот насчет бровей, я не знаю. Мне кажется, какая-то форма, они мне делают ее неправильно. А вы корректируете брови, и потом вы используете еще какие-то средства? Может быть, там, грамм? Да, у меня карандаш. У меня карандаш есть кариотчий, вот еще. И у меня тени. Тени. Так. Хорошо. По поводу формы бровей. Форма у вас замечательная, классическая. Правильно. Может быть, единственное. Да, видно, что сейчас они у вас не подкрашены. Так я понимаю, да? Да. Они вообще давно не крашены. Ага. И вам подкрасить нужно, ну, совсем чуть-чуть. Просто немножечко реставрация. У вас достаточно высокое вот это вот подбровное пространство. Это хорошо. И поэтому, когда вы будете подкрашивать брови, то в вашем случае, например, не надо их расчесывать очень активно наверх, не надо в большей степени подкрашивать сверху. Скорее всего, это будет все или снизу. Так, вот это вы исчезли. Нет, нет, Жанна, я здесь. Так, сейчас, секундочку. Вот, не вижу вас. Сейчас, секундочку. Куда-то пропали. Вот, появилось, да. Вот, поэтому вам даже пик бровей никуда смещать не надо. С учетом вашей формы лица у вас как бы все правильно. Вам только нужно немножечко ее отреставрировать. Добавить чуть-чуть в каких-то зонах, например, вот там, где у вас правая бровь? Покажи, правая рука, где у вас? Вот. Ага, вот эта правая. Вот она вот здесь вот широкая, а потом идет потоньше. Вам просто вот этот переход нужно сделать более плавно. Вот сверху там чуть-чуть есть вот, не хватает волосков. Два вот волоска вот здесь вот, да. И все, больше сверху не рисуем. В остальном снизу. И учитывая, что они у вас даже практически вообще симметричные, я не знаю, вам даже корректировать особо не надо. Просто подрисовать. Очень хороший у вас вопрос. Но единственное, если вам сделают их еще более высокие, то тогда очень сильно изменятся пропорции, и это будет уже некрасиво. Некрасиво будет не то, чтобы сами брови. Они просто могут очень улететь сильно наверх, и будет такой неестественный вздернутый взгляд. А другой момент, что чем выше брови, тем больше в данном случае может быть вот это вот подбровное пространство, которое может создавать эффект более объемного века. Все. Все, спасибо большое. Спасибо. Я же красавица. Буквально сделайте все. Тем более в такой период наверняка не хочется как-то сильно еще перегружать макияжем. Здесь есть такой психологический момент, когда смотришь на ребенка, и вот эта вот чистота, как бы такая небильность, нежность, и рядом хочется быть такой же. То есть вот этот играть в какой-то там театр, и делать какие-то сумасшедшие макияжи, в этом состоянии нет этой надобности. Поэтому даже если он будет просто на уровне чуть-чуть брови, немножечко там ресницы, ровный тон и помада, уже очень хорошо. Это больше даже для мамы, для собственного как бы ощущения, что со мной все в порядке, я не теряю свою красоту, я выгляжу хорошо. Потому что понятно, что все эти недосыпы, вот у меня там дочь тоже сейчас это все, жалуются, что зубы лезут, поэтому ночи такие бессонные частично. Вот. Так что так. У вас еще какие-то вопросы? Нет, Жанночка, у меня только по бровям. Крем я питательный перешла на питательный, ночной крем использую, маски делаю. Все по мере. При возможности. Прекрасно. Ну, спасибо вам огромное, Лена. Жанночка, огромное вам спасибо большое. Спасибо большое. Ой, я не ожидала вас увидеть. Сама не ожидала. Видите, как бы решила попробовать, причем здесь не попробовать. Да, я просто кормила ребенка и тут нажала. Думаю, надо, я слушала предыдущую девушку Валентину, думаю, надо попробовать. А видите, как удачно. Спасибо вам большое, Жанночка. Спасибо, да. Просто отключайтесь. Ага, отключайтесь. Здорово. Сейчас буду пробовать. Очень часто встречаюсь с тем, что, ну, в общем-то, нормально, в какой-то степени сама такая, что когда смотрим на себя, ой, что-то у меня вот здесь-то какая-то дыра, вот у меня здесь тоже, вон, дыра, дорисовываю все. И вроде посмотрю в зеркало, нормально. Смотрю в камеру, а в камере видна дырка. И так далее. Ой, что-то мне вот это не нравится. Ой, тут что-то поры стали широкие. И мы каждый раз все постоянно вот так смотрим на себя и видим, ищем. Даже искать не приходится. А все это очень хорошо видно, что какая-то я несовершенная. А тем более, если там не выспалась или какие-то возрастные изменения. И очень много на себя так наговариваем. А кто-то говорит, Боже мой, да ты такая красивая, да мне бы твои волосы, да мне бы твою кожу. И вот хотелось бы вас немножко, знаете, как бы вот вдохновить, что очень многие себя, ну скажем так, недооценивают свою красоту. Или даже иногда не видят. Потому что можно привыкнуть к ней, согласитесь. И поэтому как бы вроде бы есть, вроде бы нет. А еще вот эти всякие такие загоны по поводу своей внешности именно от того, что делаем какие-то элементарные ошибки в создании образа. И бывает даже это не столько, например, там с лицом. Ну вот у вас там правильная бровь, да, вроде бы и нормальные черты лица. Но если, например, вы изменили цвет волос и он стал какой-то не такой, вот это очень многое может сказываться на вашей коже. И вообще, когда мы говорим вот про красоту, всегда мы ориентируемся на то, как будет выглядеть наша кожа и наши глаза. То есть это вот эти два самых главных параметра, которые играют огромную роль. По коже мы считываем, насколько я молодая прекрасна, а глаза, насколько они горят и насколько они выразительные. И вот брови, тени, цвет волос, цвет украшений, цвет одежды, форма прически, все это будет влиять на то, как будет выглядеть наша кожа и как будут выглядеть наши глаза. Вот, поэтому все крутится вокруг вот этих вот двух главных компонентов. И все остальное, это фон для того, чтобы были главными глаза и кожа. Понимаете? И вот нужно научиться, потому что на самом деле вот эти все тонкости, они такие настолько бывают нюансные, что вот можно зажечь глаза, если вы просто поменяли, например, цвет румян. Можно зажечь глаза, если вы просто сделали правильный акцент в макияже или форма бровей. Можно зажечь глаза правильным цветом одежды или цветом волос. Можно скорректировать лицо со грамотной укладкой. И это может быть вам не надо даже как-то кардинально идти и делать новую стрижку. Просто укладка может сделать вот эти все вещи. Поэтому вот очень важно как раз в себе видеть вот эти вот нюансы и вот эти тонкости, что, например, вы должны понимать, ага, если я делаю проборы здесь, у меня лицо смотрится асимметрично. А если вот здесь, то тогда лицо сразу кажется более ровным. Вот про какие нюансы. Бывает, что нужно просто поменять реально пробор. Представляете? Вот. Поэтому вот такой формат я бы хотела бы, знаете, как раз, чтобы, глядя на вас, может быть, и сказать, вот здесь вот вам чуть-чуть, да, вот, допустим, сейчас Елена была, и кажется, что у нее брови не такие. Все с него нормально, с бровями. Просто правильно чуть-чуть чистенько сделать. Вот чистота бровей, это от чего зависит? Что это значит? Это когда брови как бы, что на них даже не обращаешь внимания. То есть если есть фокус на бровях, значит что-то не то. Фокус должен быть не на бровях, а на глазах. Поэтому если, глядя на себя, есть что-то, что как бы так выбивается, ой, что-то не то, то значит действительно есть какая-то, видимо, ошибка, которая может давать впечатление не то, которое вы хотите. Поэтому, когда лицо, скажем, такое как бы идеальное, вы смотрите просто на глаза, и вам кажется, что человек красивый. Потому что все остальное, это просто какой-то некий фон, который вы даже не замечаете, и вы смотрите в глаза и утопаете. Вот почему очень важно подходить к себе, вот именно комплексно, а не только какой карандаш. Нет, конечно, технически это тоже все важно, карандаш имеет значение. Вот. Так. Ну что, давайте тогда еще одного человека. Мне кажется, формат замечательный. Потом в комментариях, в телеграм-канале напишите ваши отзывы. Вот. вот, и тогда... Так. Сейчас я попрошу, чтобы подключили кого-нибудь. Так. Давайте сейчас... Я тут вижу, кто-то поднимает руку. Я не знаю, если я сейчас еще раз... А можно вас еще раз попросить, кто хочет, поднимите руку. Так. Сейчас, секундочку. кто желает, почему вы не уйдетесь. Так. Сейчас я попрошу, чтобы мне помогли. Ирину подключили. Так. Благодарю. Так, Ирина. Здравствуйте. Здравствуйте. Как здорово. Анапа. Ну что? Вас приветствует город Анапа. Город Анапа. Ой, приятно. Ой, мне так приятно. Это меня дочь толкнула. Да? Мы сидим делаем маникюр. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Замечательно. Мы смотрим уже больше, не знаю, уже года два, наверное, то есть у вас, Жанна, и советы ваши прислушиваемся. Ну, не было. Приятно. Спасибо. У вас есть какой-то вопрос? Давайте обсудим. Да, Жанна, долго не буду внимание ваше задерживать. У меня, я же уже девушка таким с приличным хвостиком, у меня нависшая века. Вот я его пытаюсь как-то там скрасить, слушаю, пересматриваю ваши уроки, но, видимо, что-то, наверное, не так. Я постоянно в критике к себе. Понимаю, мы все так делаем. Я тоже. Если вы что-то думаете, что я хожу такая по квартире, я совершенно нет. Я тоже смотрю в зеркало, и все то же самое, что я вот тут вам вещаю, сама иногда говорю, что да, что-то я не то. Так, хорошо. И что вы делаете? Что вы делаете, чтобы скорректировать? Ну, значит, сначала делаю я подтон в беженом цвет, потом делаю акцент на нижний, как называется, верхний уголок. вот сюда, темный. Пустая кисточка. Я по краю дуги этой прорисовываю и потом растушевываю вверх тени уже более темных цветов. И подглазки чуть-чуть. Так, я поняла. Я поняла. И в целом, вы довольны тем, что получается? Ну, мне кажется, через какой-то промежуток времени, может быть, я не знаю, может, не совсем подходящая какая-то цветовая гамма мне, но я или придирчиво к себе смотрю, думаю, так, что-то у меня прям совсем такой грузовичок. Ну, смотрите, сейчас вот что мне кажется, что есть какая-то особенность, опять же, начинаем с бровей. Понимаете, брови это все. Значит, брови, с одной стороны, они у... Ой, так лучше, так поближе. Они у вас хороши, но с другой стороны есть нюанс. Какой? То есть, с учетом того, что в данном случае у вас запрос вот на эту часть века, да, ну, понятно, у нас у всех, да, потихонечку вот эта зона как бы опускается. И что формирует эта века? Я когда смотрю в камеру, видно мои глаза, а когда я хочу посмотреть на себя, то я смотрю вниз, и получается глаза опущены. То есть, получается, сейчас я возьму себе вот сюда вот таким вот образом зеркало. Вот так же видно, да? Вот, я вот так вот в камеру смотрю. Получается, что вот эта часть, она становится объемная, и вот создает вот эту линию. и вот эта складка формирует вот здесь, вот эту вот складку. И если раньше, например, когда ее не было, века была более открытая, и вот та форма бровей, которая у вас есть, она у вас замечательная. Но появилась вот эта складка, и а бровь осталась та же, и получился вот здесь вот разлет больше. То есть глаз пошел вот сюда, вот за счет вот этой складочки и теневой зоны, а бровь красивая так и осталась, вот такая вздернутая. Поэтому задача наша вот это расстояние сделать меньше. То есть бровь чуть-чуть сместить пик брови и капельку даже ее опустить. И если вы ее немного опустите, опустить это как? Это не что-то там выщипывать. Это просто вот здесь вот прорисовать и сделать ее чуть-чуть пошире. У вас вот здесь вот она широкая, а потом идет тоненький хвост. Но сама линия, она хороша. Но просто в данном случае, особенно, где у вас правая рука? Да. Сейчас, секундочку. Еще раз, где правая рука? У меня просто телефон зазвонил. Правая бровь у вас, Ирина, она повыше. Нормально как бы, да, вот у меня тоже, у меня вот левая выше, это пониже. И получается, что вот этот вот изгиб, вот, он находится достаточно высоко. И чтобы сделать пониже бровь, вы просто берете и вот здесь вот эту часть изгиба, да, подрисовываете снизу. И таким образом, за счет того, что снизу прорисуете, у вас автоматически она немножечко опустится. Так как она у вас свистокая, никуда она у вас не упадет, то есть будет красиво. Но при этом сразу вот эта линия, она станет на контрасте, точнее, уйдет вот этот контраст разлета линии 1 и линии 2, и у вас сразу вот эта зона как будто бы чуть-чуть поднимется. Когда вы говорили про макияж, вы делаете правильно, но обязательно нужно вот эту линию дополнительно вот взять прямо консилером и вот сюда вот очень плотненько может быть его нанести, чтобы вот эту складочку, которая формируется, ее как будто бы минимизировать, стереть. И вот эти вот два шага бровь в каплю опустили, она у вас не упадет, у вас не будет опущена века, наоборот. Вот это очень частая ошибка. Многие думают, что вот глаза опустились, надо приподнять брови и поднимают их или это может быть именно из-за того, что у вас своя бровь вот такая высокая, а тут появилось вот это и тогда получается, что ваша высокая бровь еще больше усиливает опускание внешних уголков глаза. Спасибо большое. Суть понятна? Суть понятна? Да, я поняла. Я поняла, потому что я даже здесь еще консилером подкрашиваю, высветляю и это еще больше, наверное, видимо. Конечно, высветляя здесь, вы еще больше вот так вот бровь поднимаете, поэтому вот здесь вы еще ниже опускаете, соответственно, и вам тяжелее сделать вот этот макияж, чтобы получился вот этот эффект приподнятого глаза. То есть нужно постараться, чтобы и бровь, и глаз, а бровь имеется в виду вот эта зона до пика, да, и вот глаза, чтобы они как будто бы вот так вот в параллели шли. А сейчас у вас этот разлет. Одна линия пошла вот туда наверх, а другая пошла вниз. Вот этот разлет увеличивается, и поэтому век окажется более объемным. Поэтому в большей степени, я понимаю, что у нас у всех есть изменения, и мы помним себя там 5-10-20 лет назад и то, что сейчас. И поэтому, когда есть вот эти изменения, вот новые акценты и новые как бы элементы в прорисовке в брови, макияже, глаз, они дадут очень хороший лифтинг-эффект. Вот. Спасибо. И вам спасибо. Очень приятно. Очень приятно. Здорово. Как будто, знаете, прямо это. Как будто мы тут все сидим вместе, а то обычно чат, а то как-то по-другому, по-новому. Обычно я чат читаю, там много народу, здесь чата нет. Но я еще прогуглю, посмотрю потом, как тут, может быть, тоже как-то можно сделать чат. Вот. Девушки, как приятно. Так, тест прошел удачно. В ближайшее время я буду в Москве. Это 16-17. Приходите. 16-го я буду проводить обучающий мастер-класс тоже такой в виде, знаете, как бы домашней обстановки с визажистами. Или вы, вот, например, там где-то учитесь сейчас или, может быть, работаете. Вот. И если вы в Москве, и желаете тоже вместе позавтракать, пообсудить косметичку, я также вот дам некоторые советы по макияжу, то это 17-го числа. Бьюти-завтрак. Вот. Буду вас всех знать. Спасибо всем огромное. Очень круто, что у нас это получилось. Сейчас я посмотрю после, за того, как все это закончится, что у нас. Потому что у меня сейчас долго не могу. как обычно, по 2-3 часа. У меня скоро мастер-майнд с теми, кто учится на базовом курсе. И у нас сегодня онлайн-встреча. Вот. Поэтому те, кто с базового курса, я вас жду в 17 часов. У вас там есть ссылка на Zoom. Спасибо всем огромное. До свидания. Так. Теперь. Надо это закрыть и еще как-то сохранить. Так. Название. Запись. Так. Сейчас мне подскажут. А, все. Отлично. Отличненько. Все. Я всех благодарю.